Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Дивия. Сегодня у меня будет прямой эфир с прекрасной Светланой Страус. И мы поговорим о мистерии отношений. Привет! Привет, Анюш! Привет, моя дорогая! Ну, давай я пару слов расскажу сначала о себе, представлюсь, а потом представлю тебя. Меня зовут Татьяна Дивия. Я наставник нумерологического метода «Матрица судьбы». И, конечно же, я помогаю людям понять себя, понять своё предназначение и наладить отношения с другими людьми. Но я знаю, ты знаешь, есть разные методы, которые учат или помогают нам налаживать отношения. И у тебя особый метод. Мне нравится очень твой метод, потому что он быстрый. Но давай пару слов расскажи, пожалуйста, о тебе, кто ты и чем ты занимаешься. Я знаю, что ты долго уже этим занимаешься. Расскажи. Да, Данюш, это как бы тот метод, скажем, это та тема, которая меня догоняла, видимо, по моему предназначению. Для меня это важно было, знаешь, как вот есть вещи, которые легко мне даётся, а есть вещи, которые нужно вот через себя прожить, пройти, да, и потом уже делиться с другими. И вот тема отношений, она, наверное, у меня с рождения. Она с рождения, и поэтому я стала в результате личным тренером, потом я стала лайф-коуч, так называется, тот человек, который, в принципе, если говорить простым языком, налаживает отношения со всеми областями жизненными. Мы же постоянно то в одном, то в другом, да, переходим со ступеньки на ступеньку, и я выбрала такое себе направление, то есть закончила Канадский университет, стала дипломированным пучем, ещё в самом начале 90-х, скажем так, я первая, первая из этой серии. И сейчас я по-другому на это даже смотрю, потому что я вижу, что отношения, по сути, это всё, это отношения, это, знаешь, как ниточки, которые нас связывают с другими людьми, и с событиями, и ещё с чем-то, да, потому что одно дело, вот мы как бы, вот я есть, да, как суть, я как бы себя чувствую где-нибудь в отношениях с Богом, с Творцом. Но я-то понимаю, что мне нужно возвращаться к семье, да, а это отношения и с мужем, и с детьми, и с домом. И можно понять, кстати, по отношениям, у кого хорошее, у кого не очень, да, а как там, как у нас внутри энергии всё это, потому что это всё на энергетическом уровне, даже понимаешь, да, поэтому... То внутри это и отражается снаружи, то есть мы должны показывать, какие мы внутри, какой наш... Да, абсолютно, то есть вот это всё оказывается нам нужно для того, чтобы узнать себя. Вот это, это как такое зеркало обратное. И я стала использовать вот это понятие отношений, ну, Раскули, мы же туда пришли, да, и мы же разные выстраиваем взаимодействия с тобой, но мы сейчас тоже выстраиваем свои партнёрские взаимодействия, да, то есть вот понимая, кто ты, кто я, да, то есть мы можем с тобой более грамотно это, не мучить другого тем, что он не может выдать, а объединив свои усилия, сделать так, чтобы мы, скажем так, создать то поле, в котором всё процветает. И в этом, с моей точки зрения, если смотреть глобально, да, и куда я иду, это на Земле здесь проживает тот вкус качественных, я бы сказала, истинных отношений, которые задумала наша душа. Но, к сожалению, мы откатываемся периодически в свои личные какие-то непроработки, травмы, кто-то ещё, нам другое что-то зеркалит, мы его бьём. И, то есть мы постоянно в энергиях, потому что если бы, так говорится, жили бы душа в душу, да, и не надо было бы ничего исследовать. Ну, классно же, да, там любовь, принятие, вот это всё. Но мы живём на Земле, это такое, тоже школа. И поэтому даже система архетипов, через которые я смотрю сейчас, мне нравится и тебе нравится, нам нравится смотреть на мир, он может нам подсказать, а где у меня провальчик, а с кем я, как мне, например, договориться либо со своим телом, да, это одна отвечает богиня, как договориться мне там с высшими силами, это другая отвечает, она умеет договариваться. И здесь тогда мы, получается, смотрим на вот это взаимодействие, да, зная, например, тебя, Танюш, я восхищаюсь твоей вот этой же текучестью, вот этой твоей афродитостью, прямо ты так вкусна, и мне так классно, что ты вот, ну, как бы есть со мной. А тебе чего вам не нравится, кстати? Мне нравится тебе твоя лёгкость, потому что так как моя афродита привыкла, чтобы всё было легко, просто. Вот я захотела, загадала, попросила, и мне это пришло. То есть я уже не люблю вот это добиваться, достигать, я уже прошла это. И мне нравится с тобой взаимодействие, что это происходит лёгко, легко, так как я люблю. Ты у нас более возвышенная, я более заземлённая, и мы работаем разными методами, мы ведём к одной цели. Вот мы как бы дополняем друг друга, и мне это очень нравится. А не было вчера, которые вот годами что-то ду-ду-ду, зу-зу-зу, через боли, через плач, ещё что-то. И главное, других туда пытаются втащить, тем, кому это не хочется и не надо. Вот это, кстати, ключевое. Когда мы не хотим видеть, что другой человек, он другой, у него другой способ коммуникации с миром. И в этом плане тогда получается, что мы пытаемся впихнуть свой способ, и не происходит вот эта коммуникация. И это не только мы с тобой как женщины, мы можем себя понять, конечно, хоть как-то, а с мужчинами, если их не понимать, вот кто перед тобой, да, то есть начинать мучить, например, Аполлона, мужчину, который вот, он любит, что всё красиво, что всё было аккуратно, а ему бардак, в каком-то герметко носить. Ну, понятно, что будет скандальчик. Понятно, там, ну, не будет, скажи, хотя, опять же, для привлечения друг к другу какого-то креативности это полезно, но это уже высокий уровень сознания. Ну, мы же не все... Ну, ты говоришь, что это не архетипов, я тебя, конечно, понимаю. А, да, спасибо. Мне это нравится, да. Но, возможно, наши зрители думают, что? О чём они? О чём это они? Это же целый мир, это целый мир архетипов, с которым я познакомилась два года назад. Обожаю. Я прям сама руку привела с этим миром. Ну, да, там очень много крутых подсказок, которые вот можно это всё и легко решать. Не надо подружаться. Не знаю, что мы игнорируем проблемы. Мы смотрим, но мы... Вот это не обязательно опять всё это с самого низа наверх вытаскивать. Это можно по-другому прорабатывать. Легко. Взаимодействуем. Да, вот смотри, я хочу, наверное, сейчас с тобой вместе ключевую вот это увидеть, что сейчас уже не нужно это всё долго мусолить. Вот это всё... Нет, если я перебью, на самом деле, это прошлый век. Кто ещё не в курсе, это уже прошлый век. Там мы трудны были проходить аскезы, проходить через бой, через горе, ещё что-то. Прошли, друзья мои, давайте уже по-другому. Давайте легко, просто, красиво, любя друг друга, даря друг другу радость. Вот это то, к чему я стремлюсь. Это то, что мне нравится в тебе. Да, да. Конечно же, и любя друг друга, вот любовь написали. И мне, кстати, вот интересно, вот если мы сейчас с тобой зададим нашим зрителям такой вопрос, даже если кто-то будет, да? Да. Вот с чем или с кем, и мы с тобой тоже ответим на него, на себя, понимая, чтобы люди понимали, что отношения — это всё. Вот с чем или с кем тебе кажется вкусные отношения, тебе они нравятся, вот ты как бы балдеешь от них, тебе они приносят обратную энергию. Потому что отношения не должны приносить обратную энергию, иначе тогда это, ну, там, как бы, надо подумать, нафига это нужно. Или если это мне нужно, человек или ситуация, значит, я должна как-то вот, ну, тоже что-то сделать. Вот что тебе нравится? Какие твои отношения тебе нравятся? Вот прям вкусные. Ты имеешь в виду по архетипам? Нет, просто, вот, ну, я там, не знаю, с мужем, с детьми, вот с кем или с чем у тебя, вот ты говоришь, вот мне прям нравится, и они дают, потому что не все отношения с чем-то или с кем-то дают энергию, они бывают затратные. Согласна? Да, но я уже давно над этим работаю, поэтому я уже давно избавилась от тех отношений, которые были затратные, и, знаешь, даже многим, это просто мне не надо было с кем-то мгаться или еще что-то, они просто, когда ты прорабатываешь определенную тему, ты вот решил, ты вышел из ситуации, все, ситуация больше тебя не догоняет, и такие люди не экологичные, скажем так, они просто отваливаются со своего коня, и это произошло, чему я очень рада, и, естественно, отношения с мужем, допустим, это те отношения, которые муж мне дал вот эту вот возможность, он мне дал крышу над головой, он мне дал все то, чтобы я раскрывалась, как женщина, чтобы я занималась любимым делом, чтобы я вдохновлялась и тем самым вот это вдохновение передавала дальше ему, то есть он мне дал, он прикрыл все вот эти земные материальные, и мне не надо работать ради денег, это, для меня это важно, то есть я не знаю, чем мне надо кормить детей, потому что... А дом? Я помню, ты мне говорила, что для тебя дом тоже вот это место, которое дает тебе, то есть отношения с домом у тебя тоже достаточно глубоко выстроены, правильно? Я люблю свой дом, я люблю свой дом, я себя очень комфортно чувствую, и когда мы были у тебя на ретрите, я выбрала комнату, ту, которая нужна была мне, и было очень здорово, мы еще расскажем про этот ретрит немножко, но когда я приехала домой, я поняла, и по-моему, тебе написано, Света, я поняла, мой дом и есть, вот это вот пространство. Да, даже я помню, что это твоя сила, это те отношения, которые... Но мы же вкладываемся все равно в отношения, мы же вкладываемся во взаимодействие, иначе тогда, если все постоянно брать, то в какой-то момент они затихают, и это касается всего и всех, и вообще, потому что я хочу сказать, что дома у меня нет, у меня нет такого отношения с домом, как у тебя, потому что я другая тоже, опять же, я другая, но у меня есть такие отношения со своей сутью, и они самые близкие вот для меня, что мне иногда становится даже стыдно, что мне в какой-то момент никто не нужен, представляешь? Реально, мне настолько, и мне абсолютно безразлично, где я нахожусь в этом моменте. Я так вообще, как-то я так счастлива, я так вот со своей божественной сутью, что мне какой-то на момент можно, опять наземлиться, и знаешь, что у меня заземляет, и что помогает? Деньги. У меня реально, у меня прекрасные отношения с деньгами, если они меня немножко заземляют, мне нужно быть другой, включать свое видение, вот это все как бы стратегическое, и это позволяет мне сразу же, я люблю, я вижу, я вижу, я вижу, я вижу, я вижу, и самое важное, может быть, кому-то это важно будет, если они что-то предлагают, мне даже они предлагают, давай туда, я там тебе, я там тебе сделал, а вот и сюда, и как бы я с ними вместе танцую, вот не отказываюсь, да ну, у меня холодно там, или что-то еще, да, я иду навстречу, и у нас получается танец, и получается, что через это я вхожу во взаимодействие с другими людьми, в какой-то атмосфере, они тоже это как-то ценят, и вот этот важный ответ к заземлению моего, это так, я знаю, что я так могу заземляться, и поэтому здесь тоже очень важно, вот каждый, чтобы здесь, может быть, написал в комментариях, да, вот с кем у вас или с чем, те отношения, которые вам здесь в жизни помогают, ну, как бы лучше себя чувствовать, кому-то вот, ну, кому что надо. Ну да, при этом, вот, допустим, тема денег, да, многие вроде бы хотят деньги, но при этом они... это прощение. Да, это прощение. Да. А богатые все плохие, а еще что-то, и, соответственно, это взаимодействие всегда, если вы так относитесь, то не будет у вас денег. Поэтому как-то, это не о том, что надо вот деньги поставить на первое место, в коем случае, но это инструмент, который облегчает жизнь, украшает жизнь. У меня с деньгами вообще, мне нравится мое взаимоотношение с деньгами, ты знаешь, да, ты немножко это... Да, ты только тебе придумала, что-то захотела, и мне сказали, фу, на, Танюша, держи, что твои линии, все угодно, все, я вообще не напрягаюсь. Мне это очень нравится. но знаешь, что я не люблю их обслуживать. Я скажу, это мой минус, и поэтому это я поручила своему мужу, потому что мы с ним в этом плане партнера. И я благодарю, так как у нас, опять же, и с мужем прекрасное взаимодействие, взаимоотношение, он ценит мою вот эту летучесть, мое видение возможностей, то, что я могу пригнать, откуда там вообще, кто не знал, это все тоже у нас, как бы так вот завязано, но я не люблю там все обслуживать, там какие-то банки, еще что-то. Мне главное направить, и выстроить канал, и чтобы на карточке у меня все лежало уже. И я здесь говорю, что мы можем выстраивать вот эти взаимодействия со всем, и со всеми, и жить вот не как бы борясь постоянно, а соединяться с теми, кому нравится делать то, что тебе, например, не нравится, да, то есть мы соединились, вот, например, тебе нравятся там какие-то классные видео делать, и что-то мне не очень нравится пока. То есть у меня еще пока нет отношений таких с соцсетями, как у тебя. Это тоже отношения? Да, да. Для меня это творчество, это моя площадка для творчества, мне это очень нравится, но это же кому-то, а у тебя совсем другие твои качества, понимаешь? Да. Может, они должны все делать одно и то же. В том-то есть, когда слышит себя, понятие, что хочу я. Прекрасно, Света это делает, Катя делает это, а я что хочу. И вот когда каждый поймет, что же он хочет, я вот там и лежит вот это вот. Ну вот даже не то, что хочет и хочет, и то, что ему нужно, это вот если основываясь на понятии, да, твоей тоже матрицы судьбы, есть те вещи, которые человеку нужно прокачать. Ему это важно, да, то есть это не то, что иногда он может не хотеть же этого, правильно? А у него... Я хочу хотеть, чтобы люди поняли, не из головы, не вот соседка, не Мерседеса, ой, я тоже хочу Мерседеса, или еще что-то покруче, а чувствовать себя, свои истинные желания, конечно, про них я говорю, да, о чем ваша душа требует, что хочет ваша душа по-настоящему. Вот, даже просто Мерседес хотят люди для чего? Чтобы другие посмотрели на меня, как на важную персону и так далее. Но если вы начнете заниматься своим делом, если вы найдете это дело, вы будете делать его классно, на вас тоже посмотрят, как на кого-то, вау, классного. И для этого вот это Мерседес, вот эти наши дорогие сумки и так далее, это как-то заменитель искусственный, извне того, что мы в себе не нашли. А вот если мы не нашли этот класс, нам вот это вот вообще будет неинтересно. Не потому что их не будет, они будут автоматически. Конечно. Но как намного другого, затем другой. Да, да. Ну то есть, в принципе, вот если посмотреть на свой опыт вообще взаимодействия и взаимоотношения, у меня это большая часть моего, скажем так, индивидуального сопровождения. То есть люди, эта тема взаимодействия, и отношения очень людей как-то двигает, во-первых. То есть женщина ради того, чтобы выйти замуж, или, например, родить ребенка, или наладит отношения с человеком, который для нее дорог, она сделает все. То же самое мужчина, кстати. Я вот заметила, мужчина готов с собой работать, если он нужен любимой женщине, за ней ему нужна. Но еще ради денег они готовы, то есть ради статуса, ради того, что нужно как-то показать, что я что-то могу, ого, да, то есть вот разные у мужчин и у женщин подходы, ради чего они готовы наладить, например, мужчины ради своего здоровья готовы что-то делать, тогда они уже там все, или при смерти, или там уже называется, все, ну все, уже пора, их повернуть в эту сторону, я только им говорю, что у вас закончат отношения с деньгами, только вот это мотивирует, потому что приходится мотивировать, потому что, ой, мне некогда, у меня все занято, я говорю, подожди, 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 вот сейчас ты закончишься, вот сейчас будешь лежать, ты что-то сделаешь там в бизнесе? Нет, я говорю, вот это же все связано, потому что здесь очень важно видеть все вот эти взаимосвязи, все со всем связано, то же самое, что если отношения, например, у бизнес-леди у меня много не складывается, это влияет на все, ну как бы на ее жизнь, опять на здоровье, на что-то еще, то есть у нас все, все, все вот эта сеточка вся, она переплетается взаимодействие, да, и вот этот вот отследить, поймать за хвостик, а где вот самое главное энергетическое, потому что это все в личности энергетические, такой архетипические, кстати, почему архетипы, мне нравится через это смотреть, потому что это фактически мы на идентичности же общаемся, мы проявляемся как из бессознательного, ну вот хочешь или нет, ну как бы апрадиты более истеричные, например, бывают, ну такие, когда они скандальчик хотят захотеть. Это более истеричные уровни. да, ну вот в принципе, если бы даже про них... напрягаться, ну да, 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 а допустим, гейсия, это постоянно, она наоборот в себе, она промолчит 150 раз, знаешь, как бы там, ну, прожует все это, такой идет, опять же, низкий вариант, на самоуничтожение больше. И это настолько взаметно, когда ты начинаешь наблюдать, это еще интересно. То есть, понимаешь, такая игра длиною в жизни, когда ты, мы даже, знаешь, как с мужем иногда смеемся, я говорю, слушай, а у меня Гермес, он у меня человек бизнеса, вот у него сильный и такое бизнес-видение, все, но он не может сидеть на месте. Больше месяца, все, его подмывает. Вот, да, мне надо бежать, куда-то что-то делать. И представь себе, говорю, если с тобой рядом сидела женщина, которой нужно было бы там постоянно в дом, хозяйство, быт, ну, все, то есть, здесь человек бы не мог, и поэтому здесь я вижу, в чем факт, кто еще девочки не наладил отношения или мужчины, лучше пройдите вот-вот архетипы, к Тане потанцевать, сходить, посмотреть на себя, да, то есть еще что-то предложить можно, как себя можно, или на ретрит приехать, с которой у нас планируется, вот я сейчас мы попозже расскажем, да, где можно подробности услышать, или мы когда-нибудь в Тане, наконец-то, в Германии, что-нибудь там, в Осине, сгинем, да, то есть я сейчас хочу показать, насколько это экономит сил и времени, когда мы входим в отношения, зная себя, если мы говорим про эту часть аудитории, да, человек знает, зная, с кем мы имеем дело, вообще, да, это даже ключевое, с кем мы имеем дело, ты понимаешь, что от него ожидать, или от нее, потому что не всегда можно, ну, можно же ожидать все, что угодно, да, но человек себе не может это дать, и вот это вот... ярко выраженный зевс, и... да-да, да-да. Давай про него тогда, про зевса поговорить, потому что зевс, это вообще-то очень прикольные товарищи, у меня муж тоже, ну, как бы там же в мужчине не всегда один только, да, проявлено, там у него три примерно тоже, как у женщины. У моего мужа тоже есть зевс, и это вот хозяин, это отец должен быть очень классный, такой, знаешь, который умеет всех построить, поставить, и вот я заметила, что в более на такой неосознанной форме они все деспоты. Вот уже осознанные зевсы, они как бы такие отцы, я не знаю, какой у нас сделать. Можно сказать про зевсу миллионера, который вот бизнес такой, а не бывает это не то же. Нет, миллионеры, кстати, вот у меня есть такой клиент, именно у него проблемы большие в отношениях, как раз таки. У него нет проблем. Ну правильно, потому что многие девушки хотят выйти замуж за миллионера, они должны понять, что миллионеру надо и Деметра, и Афина, и Персифона, зевсу, и так что, да, зевсу, там все сразу, и все высокого уровня должны быть, то есть ты не можешь быть только такой, ты должна быть разной, и всегда высокого уровня, тогда зевс будет с вами, то есть девочки, если вы хотите замуж за миллионера, надо работать над собой, надо работать, и поэтому вот это такая тема, но я перебила тебя, продолжай, дорогие. Нет, ты правильно все сказала, да, я просто говорю, что не только те, кто хотят за миллионера, у этих миллионеров, допустим, есть жена, но она не знает, что нужно много ему образов, потому что он скучает, и он, естественно, организует себе на стороне что-то более интересненькое, но он очень мучается от этого, он говорит, ну как, и, ну, самое лучшее, что они делают, они приводят жену еще ко мне, то есть у меня такие парные, ну, из серии сделай что-нибудь, ну, объясни, потому что продвинутые зевсы, на самом деле, те, которые, они очень, они очень щедрые, они очень, вот, открытые, они хотят, чтобы всем было, они готовы за все заплатить, за всех заплатить, вообще только вот, ну, сделайте им мозги, пожалуйста, пробуйте, пожалуйста, мозги, и я тебе хочу сказать, что проблема зевсов, на самом деле, если они не следят за своим здоровьем, то это ранние инсульты или инфаркты, то есть, это я так, внимание зевсы, да, то есть, или те, кто много работает и считает, что это самое главное, нет, ничего главнее, и важно очень смотреть за своим здоровьем, они не очень, вот, Аполлоны очень смотрят за своим здоровьем, они с места не длинутся, если им надо спать в этот момент, когда, понимаешь, это вот, Аполлоны, это те, кто работает там на предприятиях, ну, даже высокого уровня, но они, вот у них четко сон в 10, встает он во столько-то, если он не съел там кашку, ему не приготовили, что такое, где чистая рубашечка, да, и вот с девцом таким, которые работоголики, им нужно развивать в себе Аполлон хотя бы немножко, вот, чтобы следить за собой, да, за своим здоровьем, за своим телом, то есть это всегда вот так, это внутреннее отношение с собой, ну, прежде всего, и здесь вопрос, а, сейчас хочу задать вопрос и тебе, и себе, и всем, кто слушает, а с чем, или с кем у вас плохие отношения, ну, знаешь, как бывает там, у меня были ужасные отношения села, например, раньше, просто, это называется, использовала и в хвост, и в гриву, да, и пока не поняла, что, ну, оно сейчас на меня откажет, просто, ну, вот, как бы все, то есть я была на грани, скажу честно, и я взялась, моя внутренняя артемида, да, ее там надо было погонять, конечно, потому что это не мой, не мой конек, но это принесло реально, и у меня сейчас, я хочу сказать, похвастаться, вот, серьезно, у меня такие сейчас классные отношения с телом, ну, иногда меня выбивают, иногда бывает, но это недолго, но то, что было, и то, что сейчас, это небо, вообще, и земля, и вот этот, это вот как бы у меня, а плохи, чем у меня сейчас отношения, а ты вот сейчас скажи пока, я вспомнишь, что у меня нечестное. первое, я еще в процессе, я еще не пришла туда, куда ты пришла, но я работаю. ты идешь, ты уже как бы, у тебя уже обслуженные отношения, у тебя нет такого, ты уже что-то делаешь, ты уже идешь, это как бы путь уже, да, то есть весь этот путь, который недалек от результата, когда ты скажешь, да, я оглядываюсь, думаю, о, какая я молодец, я все-таки это сделала, и ты без дела, ты уже шаги-то делаешь. Да, да, я уже наладила с ним контакт, конечно, я его понимаю, я взаимодействую, я уже умею, как я смеюсь, гонять энергию, но еще вот есть вот такие мои слабости, вот это как сладости покушать, но это вот это моя афродита, вот вылазит, а мне так нравится, а мне же вкусненько, а мне красиво покушать, вот это у меня еще есть. Ой, ну я тебя сейчас понимаю, у меня, кстати, после ретрита именно моя афродитка вылезла, и тоже всегда невкусненько, я и разрешаю, потому что здесь тоже нельзя вот так вот, ну, загонять, вдруг у меня, да, да, вот это, пускай тут все это постепенненько, красиво, но знаешь, Танечка, я вдруг, у меня вчера буквально осенило, это тоже очень важно, я хочу всем сказать, у нас на прошлом ретрите, на нашем, который у нас был, да, в апреле, случились отношения со своей силой, у каждой, случились отношения со своей силой, я бы когда задала вопрос, что самое главное произошло, и у нас же было название, такое сияние силы, я думаю, обалдеть, как это все, вдруг у меня, я увидела, знаешь, как разворот, это тоже очень важно, потому что, знаешь, есть же сила космическая такая, ну, порядка, что мы вот летаем, и вот есть нечто большее, вот наше предназначение, но мы его не чувствуем в теле, ну, как бы мы вроде бы понимаем, даже в 150 раз мы прошли, там все узнали, да, мне нужно туда, вот я такая вся там должна там, но мы это не делаем, и вот эту силу, которая у нас заложена в нашем вообще теле как раз, да, которая все предназначалась для того, чтобы мы вот это все реализовали, она включается в теле, и вот это объединение, которое происходит, и происходит вот эта сутевая сила, которая понизывает и вверх, низ, и через сердце, и вот это вот идет выстраивание уже по этим законам, да, то есть не, скажем, не умиляя и вверх, и вниз, здесь сразу же все, как ты говоришь, и земные, и летающие, они объединяются, и говорят, нет, а я сейчас вот это, и вторая штучка, что когда у нас хорошее отношение с силой, или с чем-то, она начинает помогать, охранять, как будто бы, знаешь, у меня сейчас вот такой буфер выстроился, вокруг, вот такое, то есть, и это касается вообще всего, то есть в какой-то момент мы вкладываемся, ну, мы должны вложиться, увидеть, что нам туда, там тоже тело, да, то есть, это не всегда все нравится, это как-то, ну, может быть, фу-фу-фу, я не хочу сегодня, и вдруг в какой-то момент мы чувствуем, что это нам теперь дает, вот это вот какую-то, ну, вдруг у меня, знаешь, как с утра я просыпаюсь, я хочу на рассвет, 4.50, мое тело такое хочет, Таня, ты не представляешь, я сходила, вот это посмотрела красоту, на восходящее солнце, и поняла, я бы в жизни не встала, я нет, какие 4.30, понимаешь, у меня тело такое, иди, и мне там танцевать захотелось, я наконец-то, кстати, протанцевала, посмотри, там у меня есть, вот это все, вот оттуда, то есть в какой-то момент, то, во что мы вкладывали, а это все, отношения с мужем, это тоже постоянно, ну, как, ну, они, в какой-то момент, если мы за них не обращаем внимание, да, мы не даем туда энергию, они же тоже могут свернуться, вот, и вот это, конечно, очень удивительно, очень удивительно, и поэтому вот здесь, конечно, интересно понаблюдать за своими, какими-то взаимоотношениями во всем, чтобы понять, ага, а что у меня, не, ну, как бы не срабатывал, а, артемида, ага, тело артемиды там, что-то как-то, надо ее немножечко все-то, качнуть, такое внимание, она качнет все остальное, то есть это четкое, выстроено там, какая-то, ну, даже дисциплина, что-то еще, да, у меня сейчас апродита, больше про вкус, больше, знаешь, поэтому следующий ретрит, у меня больше, вот, вкус истинных отношений, вот это, чтобы было не просто чисто и понятно, и все соединилось, а чтобы это было вкусно, по-земному вкусно, да, вот это, более горизонтально, более мягко даже, я бы сказала, вот, и это тоже вот то, что вытекает из предыдущего, да, понимаешь, а когда, расскажи для телезрителей, когда у тебя будет вот этот следующий ретрит? Следующий, вот мне как раз тоже, знаешь, как внезапно пришло, что нужно это делать на день Ивана Купала, там где это еще астрологически-то мне подскажет, да, 6-го числа, 6-го на 7-го, все открывается, все возможности стихий, там отношения со стихиями, я вижу, да, с водой, с огнем, с костром, с баней, вот это все, рядом река, потому что место чудесное само по себе, да, то есть оно такое место силы, там где это будет в Латвии, 6-го, 6-го даже это я сделаю отдельный день для тех, кто вот любит вот эту стихийность, да, то есть можно быть на нем, можно не быть, но с 7-го по 9-го это уже первый, вот с 7-го это будет отношение через, вот через танцы, через творчество, через архетипы, это знакомство с собой, это вот эта игра, это концерт, и какой половина, скажем так, третьего дня начнется тишина, и взаимоотношения, мы погрузимся в отношения с собой, и там произойдет тот квантовый скачок, который ты успела тоже почувствовать, мне бы хотелось, чтобы ты сказал, как он на тебя среагировал, но в другом, уже более, знаешь, как у кого-то произойдет в отношениях с мужем, у кого-то произойдет в отношениях с деньгами, у кого-то произойдет, то есть тот, куда мы направим туда отношения, там и произойдет, поэтому вот, да, у нас как-то получилось на нашем прошлом ретрите, да, невероятно, у каждого проявилось то, что нужно ему, вот именно в этот момент, и что мне опять же нравится взаимодействие с тобой, все происходит быстро, мы ехали на ретрит, мы еще такие, так, что же мы успеем за три-то дня, если там посчитать, там два было дня, ну, там полгода, нет, было дольше, так скажем, что же мы успеем, боже мой, все успели, все успели, все получили, и очень интересно, давай, ну, расскажи немножко, кто, а я потом расскажу, что я получил. Да, 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 но мне, ты знаешь, как больше всего понравилось, насколько мы тонко вышли всей компании, мы же разные все были, но мы вышли на вкус вот этого взаимодействия, взаимодействия душа с душой, когда мы каждого видели, каждый был уникален, мы хотели менять, вот у меня больше всего вот это, знаешь, как вот эта точка отсчета, которая меня побудила, побудила сейчас следующий создать, вот мне хочется, чтобы очень много людей дошли туда, куда мы дошли, вот и что мы почувствовали, вот этот вкус отношений, который без вот этого, знаешь, какого-то взгляда получится, у меня не получится, а мне неудобно, или что-то еще, и как это развернулось у всех красиво, у кого-то пошло, скажем так, разворачиваться отношения с мужчиной, что даже переезд произошел к этому мужчине, не прошло вот после ретрита, да? Да, на физическом, это не только на то, что мы уехали, мало того, что все изменилось, и сначала, а, как я теперь буду верить, к другому не хочу, да, было ощущение того, что вот это самое главное, что мы попали в то состояние, в то место себя, я бы не просто демонстрировал, тот человек, у которого большой объем энергии, вот входа куда нужно для того, чтобы произошел вот этот, знаешь, как зажигание этой силы внутри каждого, у каждого зажглась его сила, это не то, что там я одна, это у каждого, и каждого вот эта внутренняя сила, суть, развернула ситуацию в ту сторону, в которую нужно данному человеку, кому-то нужно было соотношение, туда развернули, кому-то в бизнес, да, туда развернули, то есть вот пошел, у каждого, у каждого участника, пошло, поехало, да, 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 при том, что, все понимают, что точно, понимаешь, все, да, все развернули именно туда, и у меня тоже, то есть я же там тоже не мимо проходила, и меня тоже развернуло, вот к этой, больше ценности себя, вот к этой, больше заземленности и вкуса, и ценности отношений, которые я выстраиваю, мне сейчас, уже не интересные отношения в одни ворота, или что-то такое, понимаешь, что не важно, найти поле вот этих взаимодействий, где каждый может, это поле изобилия, где все выигрывали, поле, где все выигрывали, обогащаются, они как мы привыкли, ты выиграл, кто-то проиграл, кто-то проиграл, кто-то выиграл, да, 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 я не знаю, по-другому, вот, ну ты скажи, как ты сейчас, вот я тоже пока знала, как я увидела сейчас ситуацию, что для тебя, вот, как это сыграло, вот, как ты видишь? ну смотри, во-первых, я сделала огромный шагат, на который я не решила, то есть, меня, фу, в высоту, и в глубину одновременно, и, ты же знаешь, мне даже понадобилось какое-то время, чтобы вот найти вот этот баланс, потому что, я же уже устоявшийся мастер, наставник, то есть, я уже знаю свои сильные стороны, я также знаю свои теневые стороны, то есть, да, все знаем, все проехали, но через свой ретрит, вот через эту активацию квантовую, открылся вообще новый уровень, новый класс, что я сначала такая, о, где я, кто я, что происходит, а как мне сейчас вот это все балансировать, но слава богу, у меня уже есть инструменты, я считаю, что довольно-таки быстро, все это красивенько, ну еще, кстати, вот заметь, насколько я чувствовала, что нужно обязательно еще делать 21 день поддержки, чтобы вот это поддержать поле, потому что многие говорят, ну, мы закончим, скажи, пожалуйста, тоже продвинутым, не, не, ребята, это можно, конечно, в себе все вскрыть, но вы должны с этим еще справиться, да, да, что все произошло, а что теперь с этим делать, а что с этой информацией, с новыми энергиями, как, что, и да, спасибо большое, что вот это еще был 21 день, который ты поддержку нам давала, потому что были вопросы, и нужна была поддержка мной, наверное, всем, и интересно, как у меня вот проявилась тема с мужчинами, как это вышло, что, окей, я давно замужем, и как-то я вообще даже про это не задумывалась, проявилось, что я закрыта была для взаимодействия с мужчинами, то есть муж, который был, который был муж, а все остальные фу-фу-фу, не трогайте, что вы видите ко мне, это так интересно проявилось, это даже было, ну, очень яркое проявление, очень благодарю за этот опыт, потому что потом, когда я это проработала, когда я эту жизнь, я даже не думала об этом, ко мне пошли мужчины-клиенты, вдруг, насколько они классные, говорю, мужчины-клиенты, они у меня были, у меня всегда на аудитории, 80% женщин, и 20% мужчин, вот после ретрита ко мне один мужчина пришел на консультацию, второй на обучение, третий это, и пошло, я поехала, и я понимаю, что да, вот я проработала, и сразу пошли клиенты. Вот, вот это вот клипевое, кстати, моя фишка, которая, вот я говорю, что это не про то, чтобы отдохнуть, это само собой, но вот это важно, что сразу идут результаты, которые, можно, конечно, не связывать их сразу, но что-то двигается, вот, а мы потом идем, если вот проработала, и сразу пришел один, потом второй, второй, третий, и я такая, что, приходит, минуточку, ну, естественно, причинно-следственная связь сразу выстраивается, откуда ноги-то, да, и там дальше, видишь, пошло, интересно, сейчас два месяца прошло, вот какие-то видимые результаты, потому что еще один месяц у нас остался, я просто заметила, что физические результаты, там, ощущения, в теле, там, в каких-то финансах, хорошо делать через три месяца, это я тоже такой, знаешь, как фокус внимания, да, когда идет материализация, материализация расширения и бизнес потока, правильно, то есть новый бизнес, это тоже, как бы, как, понимаешь, как следствие, бизнес, вот этого, вот этого, ну вот я сейчас тебе вот часто говоришь, я смотрю назад, да, за два месяца у меня два проекта открылись, бизнес проект, и еще вот один клуб у меня открылся, понимаешь, то есть, а ты как раз шла на, потому что вы вдвоем, вы с Катей, ты и Катя, у вас пошло в расширение, у нее тоже, то же самое, у нее проекты, все вот пошли, пошли, и вот этот вот, ну как бы вкус, вот я понимаю, что насколько классно я хочу с теми, кто уже прошел, потому что, я ценю тоже как клипмастеры, как организаторы, с тобой можно и все остальное, создавать что-то дальше, но уже вместе, уже в синхроне с чем-то, да, то есть, поэтому... Обязательность, я буду продолжать, мне нравится, причем проекты рождаются не из ума, вот ой, чтобы придумать, из запросов человек, говорит, Таня, я хочу, сделай, и я начинаю делать для одного, а подсасывается еще 10. Вот, так и должно быть, то есть, один какой-то внутренний, один мотиватор, который говорит, а давай, а потом начинает вот это все складываться, это же, мы же все из своей силы рождаем, вот если мы придумаем внутри себя, что, о, класс, я наконец-то со своей силой задружилась, и мы начинаем рождать проекты, ситуации, там, допустим, где я хочу жить, вот как это у Вики, наши, где ты хочешь, уже надо ехать туда, чтобы было классно, то есть, все сила рождает, да, и мы в какой-то момент приходим, что это не тот, кто-то там нас сжимает, да, и нам вот эту вот тюрьму создает, потому что это главная иллюзия, которая у человека есть, и ему не объяснишь, пока он не попробует, понимаешь, поэтому, наверное, поэтому я хочу сделать вот эту серию ретритов, чтобы человек доехал, впитал, вот этот вкус, да, вот это поле, и дальше она сама ему все развернет, ну, правда, нужно будет, возможно, кому-то помощь для распаковки, для ведения, но вот это я то, что понимаю, что самое главное дает, это соединение и активацию вот этой силы, которая уже начинает внутри сама раскрывать направление, ага, с кем подружиться, с кем, наоборот, расстаться, чтобы уже не было в твоем поле лишних вот этих, потому что лишние связи, они тоже мешают, понимаешь, вот эти вот отношения, согласна, да, что там начинается, вот особенно, как это неоткученные, да, человек перемалывает, перемалывает, а вот у меня там вот этот, а вот так, чтобы раз, все, оторвался, отработался, тем до свидания, иду дальше, да, и вот этот вот, ты знаешь, меня прям вдохновляет этот пункт нового сообщества, скажем так, вот этого нового поля, в котором мы можем, и как бы быть целостными, и чтобы там деньги были, и чтобы были отношения, и вот это все, чтобы это был вкус, вкусно еще, знаешь, не работа, работа, когда на человек, а вот это, чтобы, называется, дарить вкус другим уже, но из своего изобилия, да, из своего изобилия, многим сейчас нужно быстро, нет времени больше, сейчас нет времени, нету, понимаете, то есть сейчас нужно все настолько быстро, здесь, кстати, я хотела бы вот ремарку, что более подробно про данный витрит, что там или как я там планирую, будет у меня, какие там инструменты, потому что там интересные инструменты биорезонанса собирать, применять тоже, которые очень помогают телу адаптироваться, принять это все, да, чтобы не вынесли, мы попробовали это на витрите, мы в восторге, и это очень интересная тема, но ты расскажешь, 5 июня, да, будет зубь, я расскажу более подробно, уже покажу, расскажу, что там я, как я это вижу, как я это совмещаю, 5 июня, может, как раз, Танюш, тебе, наверное, или там ко мне, что-то будет зубь, на эту встречу, пожалуйста, напишите мне, в комментариях в этом видео, или в личном, что, пожалуйста, пришлите ссылку, мы вам пришлем, и там уже ты будешь более конкретно говорить про ремида, более конкретно, да, то есть там это, чтобы вы поняли вообще, когда вы идете, что вас ожидает и так далее. Да, 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 и здесь это мне хочется, чтобы, знаешь, как это сейчас выстраиваться, целая такая поле, концепция, в котором можно участвовать же и другим мастерам в каком-то виде, да, и это все как лего, из которого можно сейчас отношение, то у нас было вот очищение нашего больше, но суть одна, сила внутренняя соединяется, да, и она начинает раскрывать или убирать, или наполнять именно то, что нужно вам. Что нужно человеку на этот момент для следующего шага. Да, 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 чтобы это не он из ума придумал, что вот мне там сегодня нужно деньги, а у тебя, извините, здоровья нет. Какие большие деньги, если нет здоровья? Вот, это же поток огромный, это бизнес, он требует очень больших, вот этих энерговложений, и без момента, вот когда это тело постоянно, постоянно должна поддерживать, меня это постоянно выбивало, я помню, когда я не смотрела, всё, я там вся бизнеса, хобана выбила тело. Его постоянно нужно понимая, и тогда будет всё хорошо, потому что мы как бы проводники для финансов, и для возможностей, и вот из этого, если смотреть на всё понимание, что мы можем из себя уже там дальше выстраивать все отношения со всем и со всеми из вкусного состояния, когда, и здесь у нас продолжается история, мы же не закончили, у нас такое впечатление, что доезжают только те, с кем у нас как будто бы какое-то продолжение идёт, да, то есть вот ещё проявление у нас идёт и в эту сторону, и туда, и сюда, и вот что-то мы расширяется, и всё это как-то плавно, без каких-то, ну, как будто бы само, но вроде бы с нашими взглядами, да, то есть вот тоже интересно идёт раз, что когда-то бывает, ну, всё, закончили, закончили, разъехались. Да. А нет, вот сейчас такое у меня ощущение, что сейчас как будто бы собирается вот это поле созвучных, кому потом не нужно будет объяснять, почему нельзя воровать там у других, почему нужно делиться, почему нельзя всё в одну корзину, понимаешь, то есть вот это как бы тоже и моя личная мотивация, когда я понимаю, что человек в другом конце, он тоже так размышляет, да, что нельзя унижать другого, даже если что-то у него там не так получается, то есть вот это вот, я бы сказала, это такая эмоциональная этика, эмоциональный интеллект, так называется, да, когда я хочу вот это всё, чтобы это было в поле наших взаимодействий, и как это будет, как я это вижу, и уже вы можете почувствовать, я надеюсь, ты тоже, Танечка, придёшь, ты тоже, ну, ещё что-то мы поговорим об этом, и девочки придут, кто был, и мы просто дадим, может быть, даже вкусить вот этого чуть-чуть нашего поля, чтобы не было словно, да, и те инструменты, которые я уже, я подробно там расскажу, это архетипы, и покажу там, чтобы это было уже, куда это можно сейчас пойти, пройдя, ну, по себя, ну, попробовать даже хотя бы, да, либо одно, либо другое, что кому-то может заинтересовать, не обязательно это рефрит, а вдруг это направление заинтересует, как, вот, а мы сюда, открыто, мы можем и рассказать дальше, что-то объяснить, но просто факт в том, что мы нащупали, как, чтобы и тело, оно восприняло, чтобы его не выносило от этих расширений и вот этих осознаний, да, и чтобы можно достаточно вот такое глубоко внутрь себя вот это всё соединить, то есть вот это, я считаю, что это уникальность, то, что что-то получилось, это вот некая такая вот фишка, которая вот реально достойна того, чтобы люди это попробовали. Да, я вам очень советую, поэтому, если вот кому-то интересно, пишите, или вы хотите ссылку, или вы хотите приехать на ретрит, тоже пишите, или мне, или Светлане, мы дадим вам больше информации про ретрит. Да. в будущем мы ещё про Германию тоже. Ну, мы уже кинули уже. Германию, уже в Африку, или кто-то, да, и в Германию, тогда мы будем что-то думать, так как мы из запроса уже давно работаем, пишите о ваших пожеланиях, и всё будет. Да, конечно, сделаем, мы же волшебницы, что нам стоит. Спасибо тебе, Танюш, мне кажется, мы классно поговорили. Мы классно поговорили, но, ты ещё не рассказала про подарок. А, да, да, точно. Расскажи, я даю свой подарок, а Таня рассказывает, как вы получите. Светочка нам сделает подарок. Ты сначала расскажи, что за подарок, а я расскажу, что надо сделать. Это, скажем, эта книга моя, скажем, в электронном виде. Шесть таких моих неудачных отношений, которые были, я поделилась, очень откровенно, которые предшествовали встрече с моим мужем. И там очень чётко тоже для рекомендаций для тех, кто еще сейчас пока еще партнеры, пока кто-нибудь в отношениях. Очень чётко-чётко-чётко вот прям рекомендательная база. То есть, кто считал, они как-то пропитались и уже где-то осознали, что это классная вещь. Я решила вам подарить. Но есть условия небольшие. Спасибо большое, Светочка. Подарок очень классный. Я в отношениях, но я всё равно тоже почитаю. Почитали. Всегда есть, чему поучиться. Тем более, приходят же люди на консультацию со своими запросами. И это всегда обогащает. Чтобы получить книгу Светланы, вам надо подписаться на Светлану, на меня, отметить под этим видео двоих своих друзей и написать подарок. Всё просто. Вообще, без каких-то... я всё люблю легко и просто. Ну и чтобы здесь очень важно взаимообмен. Сейчас тоже вот это про взаимообмен. Раньше я все раздавала просто так, знаешь, как такое. И вдруг я стала понимать, что у тех людей, кто ничего не дал, а только взял, у них перестаёт всё работать, понимаешь? И мне даже не то, что жалко, а хоть какое-то вот это действие сделанное, направленное. Это вы подумали, вот вы сделали хорошо тому человеку, который вам, скажем так, сделал свой подарок, свою работу. Вот. И вот в этом тоже смысл. В этом тоже смысл. Это не понятно. Мы же работаем с энергией. Мы ждём. И если вот это бесплатно, даром, оно не принесёт, к сожалению, никакой пользы. Оно не даст. И наоборот, когда человек хоть чуть-чуть что-то за эту информацию да, произошёл какой-то обмен. И сейчас не только о деньгах речь, а вот как я сказала, поставьте лайк, подпишитесь. Это уже идёт энергообмен. Тогда вот эта информация вам даётся и она приносит пользу. Тогда вы читаете книгу не ради чтения, а вы получаете от этого выгоду. И вот так мы в идеале я хочу взаимодействовать так со всем миром, чтобы и я, и мой собеседник выигрывали. Супер, Танюш, вот этим ты мне очень прямо импонируешь. Я у тебя тоже этому учусь в каком-то смысле, знаешь, как ценить гораздо более, но это оправдитская штучка такая тоже, знаешь, себе вот любимой, не забыть про себя любимую, понимаешь, и это очень важно, это очень важно. Ну я тоже этого училась, не переживай. Ну мы уже про это все научимся, поэтому есть, у всех, я думаю, есть направление в отношениях с чем-то или с кем-то, чему имело бы смысл не то, что научиться, но это как бы так вот звенит, вот это хочется сделать, да, и поэтому если хочется это сделать быстро, почувствуй, как в принципе строятся все отношения истинные, ну это просто вкус впитывается, и распространить это по всем, по всем, по всем своим экосферам. Вот я это вижу вот так работать будет. В принципе, схема-то одна. Да? Ты как бы поняла эту схему, ты можешь уже на все отношения, отношения по всем взаимодействовать. Да? Мы можем с друзьями, с коллегами, с детьми, с соседями, с деньгами. Ну мы должны это выбрать, Таня, потому что иногда бывает, вот например, там отношения, ты говоришь, с женой хорошие, а с друзьями плохие. А почему? Не выбрали человек с друзьями, отношения. Не выбрали. Это нужно выбрать, сказать, окей, я тебя выбираю. И вот, когда мы выбираем, Таня, я тебя выбираю, чтобы выстраивать. Все. если ты меня выбираешь тоже, мы включаем вот этот вот уже взаимообмен. И просто даже, если кого-то ты выбрал, а тебя не выбрали, например, ты можешь, спасибо, ну, как бы, положить что-то и в какой-то момент, ну, без обид, без всего, и все. Да. Вот я сейчас, кстати, такой путь выбираю. Да, это надо научиться вот отпускать. Если что-то не получилось, это тоже окей. Мы же встречаемся друг с другом для чего-то. Если что-то не получилось, ну, ну, не время там, вы не сошлись. И это нормально, если мы говорим, и даже с вещами, или иногда бывает не время, например, не знаю, соединиться, с чем-то, с чем-то заняться, хотя все говорят, давай, давай, а не идет. Ну, нет, вот нет еще, да. И вот лучше это сказать, окей, я тебя выберу позже, но не сейчас. Да, Светочка, спасибо тебе большое, спасибо, что ты пришла, что уделила свое время нам. Приглазаем вас на Zoom 5 июня для тех, кто хочет узнать больше про витрит, который будет с 6 по 9 июня. Вопросы, подарок, все пишите, обнимаю и спасибо вам. Всем пока. Пока. Пока.